Это Актуальное интервью. Здравствуйте. В нашей студии Олег Молчанов, заслуженный художник России, член-корреспондент Академии художеств, автор памятнику Ивану Грозному. Здравствуйте, Олег Иванович. Сегодня в Орле значимое событие. Значимое ли оно для вас? Я думаю, что оно для всех значимое. Особенно для людей, которые любят нашу историю и хотят блага Отечества. Олег Иванович, давайте поподробнее поговорим о самой скульптуре. Как вы пришли к этому? Что предшествовало работе? Наверняка вы работали в архивах, изучали документы и так далее. Работа очень сложная, поступательная. Я изначально даже не мог себе предположить, что мне придется это делать. Изначально, насколько я знаю, Вячеслав Михайлович Клыков хотел сделать памятник несколько лет назад, но по разным причинам это не состоялось. И так Господь определил, видимо, поскольку я много раз был в Орле, у меня прошло несколько персональных выставок здесь. Я снял несколько передач о музее Бунина, музее Лескова. То есть в Орле я не посторонний человек, так скажем. Я интересуюсь событиями, я вдруг узнаю, что через год юбилей города. Юбилей города, а кто же основатель? Объяснется, Иван Грозный. Такая личность фундаментальная, что даже страшно подойти, потому что это очень ответственно. Но вы все-таки подошли. Знаете, не будучи по образованию именно скульптором, но являясь профессиональным художником, пришлось очень много работать и, как вы говорите, и над архивной документацией, а над созданием художественного образа, историчности, документальности, каждой вещи, каждой детали, там ничего нет второстепенного. То есть некий собирательный образ, который должен олицетворять и дух, и веру. Потому что основная задача искусства – это создание художественного образа. Неконкретная констатация, вот здесь ли он был, на коне ли он шел, пешком ли… То есть вот это все второстепенно. Скипетр, держава – это расхожее понятие в руках правителя. В данной ситуации основополагающим было наличие креста, вознесенного креста. То есть Иван Васильевич, святой, благоверный, великомученик, царь, укрепитель веры православной. Который защитил ее от натиска католицизма. Поэтому утверждение веры – это основное. Поэтому крест он вздымает очень высоко и очень уверенно. На этой же руке расположена лестница. Это сегодняшним языком четкий. Они остались только у старобрядцев. Потому что лестница – это очень сложное догматическое понятие. Это молитва. И одновременно является лестница. То есть фактически по лестнице человек, перебирая четкий лестницу, он поднимается к кресту. А вы реализовывали свои первоначальные задумки или в процессе работы образ менялся? Да, задумок было очень много. И отдельная фигура стоящая. И конная, и сидящая. И такие фигуры были замысли. Мне очень нравилось завернуться в Отечество. Та единство, которое необходимо было отразить. Это же цвета черно-бело-золотого флага имперского. Но, к сожалению, и по материальным соображениям, и по прочим, эта композиция очень сложная. И удалось реализовать однофигурную иконную скульптуру. И по срокам, и по бюджету. Ну, то есть, тут много факторов составляющих. Но я надеюсь, что развитие еще будет. То есть, замыслов реально было очень много. Олег Иванович, ваш Иван Грозный несколько отличается от Ивана Грозного, которого мы привыкли видеть в картинных галереях. Вот почему? Какой он для вас? Ну, Иван Васильевич, если вы возьмете описание посла, венецианского посла, он просто восхищается, насколько это был красивый человек внешне. Вот то уродство, которое культивируют различные художники, ну, соответственно, идеологически оно сформировалось нашими врагами, начиная Антонио Пассивино, которому от злобы ничего не оставалось, как писать ложь. Ему не удалось насадить докторину Папы Григория XIII по Флорентийской унии. И поскольку это ему не удалось, он начал писать историю. Ну, также другие европейские, там, как Генри Штады, Горсей, собственно, заклятые враги. Они писали докторину про расчленение России, фактически. Но и подпевал бы, в общем хоре, изменник, предатель Андрей Курбский. Собственно говоря, наши большинство своим историки основываются на эти факты. И, к сожалению, получается соответствует его образ. Поэтому мы сегодня должны понимать, что Иван Васильевич, он не менял профессию. Вот отличие расхожего этого кинофильма. Потому что Иван Васильевич – святой, благоверный, великомученик. Именно так он записан в святцах Коряжемского монастыря, которые сохранились до наших пор. И я вам хочу отметить, большинство людей, конечно, не знают, что Иван Васильевич Грозный является кремлевским святым с 1621 года. 10 июня, по старому стилю, 23 по-новому, день его памяти. И большой месяц из слоя Востока Сергия Спаскова в трехтомнике, он числится. И даже Евгений Голубинский, профессор, академик, он также подтверждал подлинность записи Коряжемского монастыря. А какие отзывы о своей работе вы слышали и продолжаете слышать? Вы знаете, я, как в любом творческом процессе, встречаю различные мнения. Мы, как художник, как все говорят, человек ранимый, в данной ситуации приходилось держать чаще всего, и даже не на себя нападки, а мне все равно, что про меня говорят. Мне более обидно, что говорили про великого царя. Поэтому, вот то поношение, которое, допустим, может быть в адрес меня, или губернатора, еще каких-то людей, которые отстаивали эту идею... Ну, вам известно, какие нешуточные споры были в Орловской области, да и по России в целом. Это не может быть в смирении, в поношении. Это ничто по сравнению с той грязью фундаментальной, с той ложью, которая была вылита на царя. Поэтому я больше чем уверен, что в ближайшие год-два вот эта ржавчина лжи, она будет спадать с царя, и он будет блестеть златом. Потому что это самый великий правитель нашей страны. Во всех отношениях. Что за не менее времени мы не можем сейчас подробно остановиться. Но поверьте, всякий, кто добросовестно начнет изучать, читать жизнь, деяние царя, тот будет просто поражаться, скажем, разом все больше. Олег Иванович, а вот в работе все ли получалось с самого начала? Может быть, какие-то были перерывы? Может быть, где-то черпали вдохновение? Как вот все происходило? Да. Работа такая мыслительная, она была с прошлой весны, примерно с мая месяца. А практическая работа уже в цеху, в мягком материале с февраля месяца, с конца февраля. И были, конечно, сложности, потому что, во-первых, очень сложно сформировать единомышленников. То есть я не один делал. Мне помогали еще три человека, ребята, ну на последнем этапе в основном. В основном где-то это уже в конце мая. Потому что были очень сжатые сроки. Тут просто немножко даже торопиться пришлось. Но я много вылепил сам. Я, допустим, никому не мог бы поделиться таким счастьем, как вылепить, допустим, портретное сходство, голову, многие аксессуары, руки. То есть эти вещи, ну, как десерт я ставил для себя. Потому что создать именно образ царя, на ту пору ему было 36 лет, когда он основал Грозный. Да, многие вопросы задают. Сколько лет было? Да, 66 год. В этом году, кстати говоря, вот у города 450, а мне тоже 50. Поэтому там 566, у меня просто 966. Знаете, 36-летний человек, довольно мужественный и красивый. Понимаете, вот два состояния красота непритерности и мужественность без жестокости, без злобства. То есть вот очень сложно было подбираться. Я, знаете, вот находил Итальков, Алялин, Вадим Спиридонов, Вячеслав Тихонов. Я подыскивал некие аналогии сходства черт лица. Это очень сложный труд. То, что антрополог Герасимов выдал на гора, ну, я не знаю, может, только врагов это устраивало. Потому что фактически он выдал пасквиль. Не был царь таким. Эти искаженные губы, вот это... Историки потом пишут о сладострастных этих ужасных мимических мышцах. То есть вот это, вот это, определенно тоже ложь. Мы как раз вот говорим о создании художественного образа. Понимаете, любой памятник – это памятник герою. Никогда не строились... Ну, памятники вообще не русская традиция. Вообще на Руси ставили памятные кресты, часовни, храмы. Это основное было понятие памяти. И она не усыпная память, всегдашняя. А памятники – это европейская больше традиция. Ну, поскольку она к нам пришла, и она прижилась, поэтому мы тоже откликаемся на монументы. Но памятники в Древней Греции, и в других местах ставились только героям. Тем людям, с которым нужно брать пример. То есть ваш памятник – памятник герою? Безусловно. Если возникнет такое же предложение создать аналогичный памятник или какой-то другой, Ивану Грозному, в других регионах, вы согласитесь? Ну, они уже есть. У меня есть разработки на некоторые другие еще регионы. Потому что Иван Иванович основал более 150 городов-крепостей. Мало кто об этом знает. К сожалению. К сожалению. Но вот, не буду сейчас озвучивать, но есть несколько уже у меня разработок. В частности, в Архангельск. Интересно у меня предложение есть. Образ. Совсем другой образ. Типология, аксессуары. То есть, я вам скажу, что Иван Васильевич сегодня, почему разговор о нем? Потому что я считаю, что сегодня он самый востребованный. Потому что то, что он делал, это очень актуально, это очень нужно. Во-первых, это укрепление веры, защита православия, укрепление наших границ. Он был очень интернациональный человек. Сколько татар было на службе. Поэтому он выжигал только ересь жидовствующих. То есть, фактически были понятия, от которых нужно было спасать страну. Во всех остальных понятиях царь был милостивый. Другого такого правителя, ну, может быть, Николая II. Поскольку я делал часовню царскую в Костроме, последнему царю около Ипатийского монастыря. И вот сегодня первый царь. То есть, в моем сознании это не случайно так получилось, что памятник первому царю, часовня, последнему императору. Такое смысловое завершение альфа и омега нашего сознания. И мне хотелось бы, конечно, всем пожелать, чтобы люди более внимательно относились к истории. Потому что сказано, что лучше что-то не сказать, чем сказать какое-то зло, за которое отвечать придется. То есть, блажен неведущий. Но если вы знаете информацию, ее искажаете, то вы берете не только на себя грех, но на ваше поколение. То есть, раскаиваться может не остаться времени за это. За лже-свидетельство, за клевету, за злобу, которые в первую очередь разрушают самого человека. Поэтому вот... Сотрудничество с Орлом еще продолжите? Губернатор сегодня предложил, есть одно предложение, пока не буду озвучивать, но я надеюсь, что оно осуществится. Спасибо вам за сегодняшнюю беседу. Да, я желаю вам всех благ, потому что в стране такое понятие скрепы, можно по-разному это называть, но что-то должно нас связывать, объединять. Это не только военная мощь, не только какие-то достижения прошлого, но какие-то вехи и какой-то горизонт в будущем. Я надеюсь, что у нас появится государственная идеология, сильная, державная. Я не думаю, что ее надо искать. Она уже была найдена и озвучена Иваном Васильевичем. Москва – Третье Рим. И не только это позиция страны, это позиция страны православной, которая берет под опеку все православные страны всего мира. То есть она устанавливает мировой порядок. Наша страна – страна будущего. Все люди, вот вы увидите, все люди придут под крыло великой страны России. Дай Бог нам всем потрудиться на это благо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!